Добрый день ещё раз. Хочу вас всех поприветствовать. И сегодня… Уж какое число? Какое число стоит? 22-ое. 21-ое, говорит. Вы как улетели куда. Скоро Дятянин день, поэтому я вот в преддверии этого праздника студенческого хочу вас поздравить, поздравить всех студентов, всех наших учащихся различных учебных заведений и ваших преподавателей с этим праздником, и желаю вам всего самого доброго. Я знаю, что у вас проходит конференция, она стала ежегодной, как только что мне было сказано. Вы обсуждаете самые разные вопросы. И очень бы хотелось, чтобы вы, как выпускники Сириуса, двигались семимильными шагами вперёд, чтобы ваши личные планы и надежды личностного роста, профессионального совпадали с трендами развития страны. Я уже не первый раз встречаюсь с теми, кто в Сириусе учится. Знаю, что как правило, так оно и есть. Это очень важно для нас всех, для вас, для вашего успеха, для страны важно, потому что то, что сейчас происходит, вы лучше, чем я можете, наверное, рассказать каждому, что такое происходит в мире инноваций, в мире технологий, перед какими вызовами стоят практически все страны мира и наша страна тоже. Очень важно, чтобы вот эти вызовы мы прошли легко, с удовольствием и с максимальным результатом. Мы в ближайшее время планируем провести и совет по науке, и президиум госсовета, посвящённый той же самой теме, теме развития науки, инноваций. Сделаем это совмещенно. Это будет большое количество моих коллег из регионов, из числа членов нового правительства, из специалистов. Мы пригласим туда и представителей студенчества, научной среды. Кстати говоря, у нас наука молодеет, что меня очень радует. И будем обсуждать все темы, которыми вы занимались и занимаетесь сейчас. Поэтому я вот воспользовался этим случаем, когда вы проводите эту конференцию, много приехало сюда молодых людей, ваших преподавателей, чтобы поговорить на темы, которые вас волнуют, в надежде на то, что я смогу это использовать и буду иметь это в виду, когда мы будем проводить эти совмещенные крупные мероприятия для того, чтобы корректировать нашу политику в области науки и образования. Всё, на этом вступительное слово закончено. Давайте перейдём к обсуждению предложенных тем. Пожалуйста. Да, Владимир Владимирович, если можно, тоже такое небольшое вступительное слово от нас. Но эта конференция действительно стала ежегодной, проводится она уже в четвёртый раз, и на неё мы всегда приглашаем выпускников «Сириуса». Вернее, выпускники «Сириуса» сами себя мыслят, в том числе и педагогами. И появилась идея создать ассоциацию выпускников «Сириуса», которая могла бы заниматься в том числе работой с ребятами, которые идут вслед за теми, кто выпустился, те, кто пошёл решать большие задачи, большие вызовы. И таким образом мы первоначально оттолкнулись от идеи этой ассоциации. Второе – мы пригласили наших получателей-грантов, которые учатся по педагогическим специальностям, являются педагогами уже, работают в «Сириусе» в том числе, пригласили их. Пригласили их наставников, которые работают на профильных программах, преподаватели в школе профильных дисциплин и классные руководители, здесь тоже находятся в зале. И мы сегодня обсуждали и большие вызовы, обсуждали национальные задачи, национальные приоритеты, конечно же, задачи, которые прозвучали в послании. И ко всему этому хотели отнести с точки зрения того, что мы предлагаем, как мы видим участие ребят и как мы понимаем те задачи, которые сегодня стоят в первую очередь перед образованием. Хотя, конечно, у нас присутствует, и тоже мы подготовили небольшой такой обзор, чтобы мы предложили с точки зрения спорта, науки и искусства. Это те направления, в которых «Сириус» уже, мне кажется, показал состоятельность тех программ и показал вот своё видение, как мы готовы это развивать. Поэтому вот формат открытого микрофона я знаю всегда, но вот у нас есть там три-четыре таких направления, которые хотели бы представить, если можно. Пожалуйста. Ну что, ребят, давайте тогда начнём, наверное, с образования. Ну, у нас вот Иван, Алексей, Дарья. Да, давайте тогда попробуем обобщить то, что было. Нам было сложно, потому что сегодня у многих сессия закончилась, прилетели, но тем не менее. Пожалуйста, коллеги. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Мукаков Алексей. Я из Челябинской области, город Магнитогорск. Обучаюсь на четвёртом курсе в Магнитогорском государственном техническом университете имени Георгия Ивановича Носова. Моя специальность – педагогическая русский язык и литература. Сегодня в контексте образования, вот на нашей площадке, которую мы обсуждали, действительно, я поддерживаю мысль Елены Владимировны, озвученной, о создании ассоциации выпускников «Сириуса». И смысл в том, в этой ассоциации, что выпускник «Сириуса» потенциально может стать амбассадором этого образовательного центра. Но смысл этого продвижения идей «Сириуса» в том, чтобы выпускник в своём регионе или в соседнем регионе рассказал о своём опыте, как он обучался в «Сириусе», какие знания он приобрёл, какие ценности он для него транслировал. И помогать решать те самые глобальные задачи, те самые приоритетные направления в развитии страны, которые вы озвучили в своём недавнем послании Федеральному собранию. И у нас возникло такое, что мы создаём действительно информационный портал, посвящённый выпускникам «Сириуса». И самое главное, чтобы местные власти, региональные власти помогали им, выпускникам «Сириуса» продвигать идеи в школы и в университеты. То есть рассказать, что есть такой центр «Сириуса». Потому что одна из задач «Сириуса», мы знаем, это максимальный охват и вовлечение российских школьников. Вот мне бы хотелось узнать ваше видение. Как бы вы видели работу Ассоциации выпускников «Сириуса» в рамках приоритетного направления образования? Идея хорошая. А будьте добры. И цели, которые вы стоите перед собой, тоже благородные. Но я сам стараюсь это сделать. Во-первых, я «Сириус» придумал. А во-вторых, стараюсь продвигать эту идею в регион. У нас уже в 56 регионах, по-моему, работают региональные «Сириусы». Не в таком масштабе, конечно, но, тем не менее, мне кажется, что двигаемся мы в правильном управлении. То есть мне что приятно, что появляются не просто люди, которые являются потребителями этой услуги, работы с молодыми, перспективными, талантливыми ребятами, но и те, которые продвигают, готовы продвигать саму по себе эту идею. Это значит, что у нас команда численности увеличивается, и мы уже не начинаем с центра поля. Мы уже в атаке. Но, вот вы сказали, мы будем рассказывать. Возникает вопрос, кому рассказывать, и кто вас будет слушать, и какая будет реакция. Поэтому здесь нам нужно с вами объединить усилия, и я попрошу и министра нового, где он министр, вот хочу представить, прошу любить и жаловать нашу нового министра просвещения, который тоже должен эту идею поддержать на уровне ведомства, работая с регионами. Будем продвигать эту идею, это замечательно. У нас ведь кроме системы «Сириус», которая возникает регионально, у нас же и много других направлений поддержки творчества молодых, там и всякие технопарки молодёжные и так далее, и так далее. Мне кажется, что нужно пошире посмотреть и использовать все формы, которые можно использовать для того, чтобы поддержать ребят, которые хотят, могут и должны использовать все эти формы для своего профессионального роста. Спасибо, Владимир Владимирович. А можно ещё воспользоваться случаем? Просто запрос от всех студентов, от многих коллег, студентов педагогических направлений. Сегодня у нас существует очень много конкурсов профессионального мастерства для педагогов, но в категории участников чаще всего действующие педагоги, только действующие. А для студентов конкурсов профессионального мастерства, вот я сам проанализировал и сам где участвовал, это только вот две. Одна из них – это Олимпиада «Я профессионал», которая входит в платформу проектов «Россия страны возможности», которую вы лично курируете. Можно ли вот сейчас в действующие конкурсы, например, «Учитель года» или, например, «Учитель будущего», который вот тоже недавно вышел, включить раздел для студентов педагогических специальностей, и, может быть, просто для студенческого сообщества? Потому что хочется работать на своё творческое портфолио, повышать профессиональное мастерство ещё на этапе обучения в УЗИ. Можно, можно, мы обязательно подумаем, в голову просто никому не пришло, но потому и выпускник «Сириуса», потому вам приходят такие светлые идеи. Обязательно подумаем, постараемся реализовать, ладно? Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо, Чеша. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Родакова Дарья. Я студентка второго курса Санкт-Петербургского государственного университета в направлении «Свободное искусство и науки». Какое направление? «Свободное искусство и науки». А кто у вас там декан сейчас? «Искусство и гуманитарные науки», если бы точнее. Да, декан сейчас кто у вас там? «Кудрин». Как? Костин? «Кудрин». А, Кудрин. А он что понимает в искусстве? С Георгием дружит, это хорошо. Ладно, я шучу, шучу, а то обидите. Алексей Ильич всё понимает во всех науках. Это модель либерал-арти, поэтому такое странное название. Что ж, я бы хотела акцентировать внимание на педагогах и, в частности, на повышении статуса педагога, на повышении уважения к педагогу среди населения. То есть, хотелось бы какими-то методами вырабатывать среди подрастающего населения, среди родителей вот этого правильного отношения к учителю. Кроме того, возможно, есть проблемы с обеспечением материальными условиями для педагогов, то есть, условиями в школах. И также мы считаем, что… Какие условия, Дарья? Какие условия в школах? Ты волнуйся, скажи… Чтобы была комфортная атмосфера для педагога, чтобы педагоги шли, например, не в бизнес, а чтобы они шли в школу, чтобы у них было желание работать. Что я должен для этого сделать? Повысить заработную плату. То есть, хотелось бы, чтобы молодые кадры, такие как, даже, не знаю, выпускники «Сириуса», чтобы было стремление идти в педагогику и чтобы для этого в школах были созданы все условия. Даша, вот это действительно, как бы я в шутку сказал, но шутки шутками, а это серьёзный вопрос. Это, прежде всего, повышение уровня доходов. Конечно. Да. Ну вот, вы знаете, я уже неоднократно говорил об этом, но скажу ещё раз. Не так просто было пробить в своё время решение о том, что уровень доходов, заработная плата не должен быть ниже, чем в среднем по экономике в регионе. И у нас, в общем и целом, ну, наверное, за каким-то небольшим исключением это в целом получилось. У нас, вот смотрите, в 2000 году заработная плата учителей была примерно 62% с небольшим от экономики в регионе, в среднем. Так, в 2006, в 2009 году 74% с небольшим от заработной платы по экономике региона. Сейчас почти везде, почти везде 100%, в некоторых чуть-чуть побольше, в, по-моему, 15-16 регионах от 95% до 100%. Ниже всего, кстати говоря, в Мурманской области 95,3% от заработных плат по экономике региона. Но я думаю, что и Мурманская область должна подтянуться. Наверняка губернатор услышит и отреагирует. Значит, то есть это, в принципе, движение вперёд есть. Наверное, но недостаточно нужно думать о том, как двигаться дальше. Ну, вы знаете, сейчас мы будем ещё доплачивать из федерального бюджета за классное руководство по 5 тысяч. Вот потом, чуть позднее, сейчас скажу очень аккуратно, чтобы не пугать Татьяну Алексеевну, нужно думать о том, как вообще во всей социальной сфере постепенно внедрять так называемую трослевую систему оплаты труда. То есть укреплять там составляющую, связанную с окладом, так, чтобы выплаты всякие компенсационные и стимулирующие не терять. Хотя структура заработной платы в сфере образования отличается от, скажем, медицины, потому что здесь нет ночных дежурств, нет там вызова к пациентам и так далее. Но всё равно общие принципы надо внедрять. Будет аккуратненько, но мы будем это делать обязательно. Но что, на мой взгляд, не менее важно, особенно для таких творческих людей, как преподаватели, а это, конечно, люди с творческим началом, это престиж в широком смысле слова. Вот в обществе надо, конечно, воспитывать бережные отношения к учителю и уважительные отношения к учителю. Вот это чрезвычайно важно. Но это наша общая задача. Это задача и государства, средств массовой информации, общественных организаций. Надо продвигать вот этот позитивный контент, уважение к учителю, преподавателю. Ничего не может быть важнее родителям и учителям. Спасибо большое. Пожалуйста. Здравствуйте. Ретинский Вадим, студент второго курса, факультет математики, высшая школа экономики. Я скорее хотел добавить, что нужно не только повышать зарплату учителям, но и больше помещений отдавать. То есть иногда хочется остаться после занятия, не бывает свободных кабинетов. И вот, например, из своего вуза я хотел сказать, как хорошо можно сделать атмосферу. Мне очень нравится учиться в моем вузе. Там в каждой стене есть доска. То есть просто проходишь, можешь обсудить с другом или с преподавателем все, что тебе придет в голову. Вот, то есть атмосферу действительно можно сделать хорошей. Вот в нашем вузе, я считаю, ее сделали хорошо и надо сделать везде. У вас замечательный ректор, мы с ним стараемся все сделать для того, чтобы ваш вуз развивать. Он растет, 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 растет. Но, видите, атмосфера от этого не меняется в худшую сторону, наоборот, улучшается. Я очень рад, будем и дальше поддерживать. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я Смолкина Элина, студентка МГУ, факультет фундаментальной медицины. В плане факультета фундаментальной медицины, отделения фармации. Это года три назад открылся у вас, да? Нет, он у нас уже давно, лет 10 уже фармация точно существует. А что касается лечебного дела, лет 25. У меня есть два вопроса, предложения. Первое, хотелось бы начать с благодарности, то, что я узнала о том, что мой лицей, который я окончила, его включили в список школ и лицеев, получивших сотрудничество с РАН, Российской академией наук. И выступает такое предложение, почему бы не увеличить строительство интернатов рядом с такими лицеями в регионах, для того, чтобы они функционировали более эффективно по типу СУНСОВ, СУНСОВ, которые есть в Москве и при других университетах при НГУ. Это увеличит доступность образования для региональных центров. Хорошая идея. Но надо, чтобы эти учебные заведения там были, в регионах. Именно в плане университета. Есть зачатки, зарождающиеся лицеи с очень талантливыми преподавателями, которые консолидируются в одном месте и со всех прилежащих посёлков городского типа и других мест оттуда приезжают. Это очень большие затраты на дорогу, это время, и очень тяжело людям в этом плане. И второй вопрос, предложение – это по актуализации устаревших учебных планов медицинского образования. Вы считаете их устаревшими, в том числе в МГУ? Нет. Я считаю, что наши преподаватели как могут обеспечивать нам актуализацию знаний, но также возможно внедрить заграничную практику с обязательным условием возвращения студентов. Таким образом мы получим возможность актуализовать знания. Мы с Виктором Антоновичем поговорим обязательно на эту тему. Поэтому, по-моему, практика заграничных стажировок, она тоже присутствует, она есть в очень многих вузах. И к нам приезжают, и наши студенты ездят. Мне эта тема очень хорошо знакома. Я же был помощником ректора Петербургского университета по международным связям. Несколько лет проработал в Петербургском государственном университете помощником ректора именно по этому направлению. Поэтому эта тема, она старая, не новая, известная. Ей давно государство занимается. Мы и дальше это будем делать. Сейчас это делать легче, свободнее. У МГУ очень много связей, в хорошем смысле этого слова. И они эффективно эти связи используют, я имею в виду, со своими коллегами за границей. Поэтому это будет развиваться. И дальше мы будем и уровне правительства поддерживать, ну и сами вузы активно это развивают дальше. Что касается медицинского направления, то и к нам ездят с удовольствием по некоторым направлениям, скажем, по кардиологии. Но всегда не зазорно поучиться у наших коллег. По некоторым направлениям нам есть чему поучиться, особенно медицине, это совершенно очевидно. Но я так понимаю, что Ваш вопрос ещё в оснащении соответствующим образом. В оснащении и особенно как это обеспечивается на производстве, на производстве за границей, например, как в отделах разработки. То есть что там есть и как мы это можем применить у себя в плане фармации, это действительно очень актуально. Да, вот Вы знаете, наверное, Вы правы, сейчас вот по инженерным специальностям, по техническим мы уже не могу сказать, что всё сделали. Но во всяком случае тренд такой создан, постоянного контакта между рынком труда и теми, кто готовит специалистов для определённых отраслей. Может быть, в гуманитарной сфере, прежде всего в медицине, может быть, нужно это как-то усилить в соответствующем образом. Ну, поговорим в правительстве, обязательно скажу об этом коллеге. Спасибо большое. Приняли в декабре закон, ещё не успели его реализовывать. Дорогие друзья, будем вот сейчас приступим к реализации и подготовке подзаконных актов, где практику можно проходить на производстве, учась в высшем учебном заведении, чего раньше не было. Спасибо. Не успели сказать, уже всё сделали. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Я бы, вот пока мы находимся в теме образования, Хусанин Фальдар Юрьевич, школа 1034 Москва. Пока находимся в теме образования, хотел бы заметить, что действительно, вы послание начали с социальной сферы, и большую роль этому выделили. Хотел бы коллегам сразу же сказать, что, приходя в профессию педагога, пользуясь профессиональными конкурсами, и такие существуют, как только вы начинаете работать, педагогический дебют, молодые педагоги к молодому московскому образованию, или аналогичные. То есть, действительно, такие возможности есть. На сегодняшний день педагог окружён большим количеством этих возможностей. Городской инфраструктурой, взаимодействию различных сфер культуры, спорта. И действительно, интересно работать. Но, в свою очередь, это и порождает новые задачи, новые вызовы, так скажем, трудности от слова труд. И вот, ну, например, компетенции новые, ведь современное поколение, новые формируют вызовы, да, новые компетенции. Допустим, психолог детского коллектива. Вот вряд ли есть в ВУЗе такая вот дисциплина, которую обучают. Ну, это вот как пример такой компетенции. И, собственно, про ассоциации сегодня говорили, а в тему ассоциаций хотелось бы следующее сказать. Ассоциации. Ассоциации. Вот мы представляем классных руководителей Москвы, и вот в Москве существует ассоциация классных руководителей. И в сообществе вообще рождаются новые идеи, трудности, с которыми сталкивается педагог или классный руководитель, они решаются в сообществе. Сообща всегда так было и есть. Вот, поэтому вот в ассоциации решаются такие проблемы. У меня в связи с этим такой вот вопрос рассуждения. Представьте, что в нашей стране появляется конкурс классных руководителей, всероссийский конкурс. В нём участвуют, соответственно, классные руководители по всей нашей стране. Вопрос. Как вы думаете, кто должен войти в большой жюри этого конкурса? Уважаемые люди. Спасибо. Да, я серьёзно говорю. Те, которые являются безусловным авторитетом для этого сообщества. Потому что если будут выбирать лучших классных руководителей, то ни у кого не должно быть сомнений, что это объективный выбор. Объективные могут решить этот вопрос только те, которые сами в этом хорошо разбираются. Но если мы такой конкурс организуем, а, видимо, об этом стоит вопрос, то уж точно подберём людей достойных, мнение которых будет уважаемо. Разрешите уточняющий вопрос? Пожалуйста. Входят ли в него дети? Дети? Знаете, когда мы говорим про услуги, все обижаются, врачи обижаются, что у них не медицинские услуги, педагоги говорят, что у них не образовательные услуги. Но это же условно, мы говорим, что это услуги. Поэтому потребители услуг – дети в данном случае. Но надо подумать, нет ответа на этот вопрос прямо немедленно. Конечно, мнение детей очень важно. Но возможно ли их использование в конкурсных комиссиях – не знаю, потому что всё-таки оно будет совсем индивидуально. Вы, как педагог, преподаватель, знаете, что мозг ребёнка созревает постепенно, и это зависит от возраста. Поэтому надо понять ещё какие дети. И не уверен, что на детей всех возрастов можно переложить этот груз ответственности за принятие решения. Но в целом, конечно, во всём случае, старшеклассники точно, наверное, могут. Коллеги, Вы мне дали право иногда вмешиваться и представлять все направления. В Сириусе у нас равнопредставленный спорт, наука и искусство. И у нас есть выпускники, которые работают с наставниками. Если не возражаете, давайте перейдём, например, к спорту. Варвара, Аня представляют свою группу. Олимпийские чемпионы и выпускники Сириуса. Пока не олимпийские. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Нигашева Анна. Город Екатеринбург. Я студентка второго курса Уральского федерального университета, факультет международного отношения. Я бывший член команды по синхронному фигурному катанию «Юность». Здесь присутствуют и другие члены команды, а также наши тренеры. Наталья Михайловна Санникова и Елена Вадимовна Машнова. Вот там они сидят. Мы работали в группе спортсменов и выделили следующие проблемы, которые могут быть решены на государственном уровне. Первая из них вытекает из национальных интересов России и медицины и здравоохранения, а конкретно спортивная медицина. Необходима организация отделений спортивной медицины при существующих медицинских учреждениях, а также создание новых. То есть речь идёт о диспансерах, потому что далеко не во всех регионах нашей страны это развито на необходимом уровне. Вообще необходимо активизировать сотрудничество науки и спортивного опыта, то есть это и спортивная медицина, это психология, это менеджмент для достижения наивысших спортивных результатов Российской Федерации. Также необходимо увеличить количество организаций, где можно получить лицензию тренера по тому или иному виду спорта, а также улучшить качество их работы. Ну и последнее, и это, пожалуй, самое главное. Заканчивая спортивную карьеру, чаще всего это происходит на юниорском уровне, особенно в видах спорта неолимпийской программы, при поступлении в ВУЗу мы сталкиваемся с некой несправедливостью, что за индивидуальные достижения мы не можем получить дополнительные баллы, то есть мы не обладаем такой же возможностью, какой обладают спортсмены олимпийских видов спорта. Из этого вытекает вопрос, можно ли уравнять возможности спортсменов неолимпийской программы, неолимпийских видов спорта, имеющих высшие спортивные достижения всероссийского и международного уровня, и со спортсменами олимпийских видов спорта? Мне кажется, что речь идёт о поступлении в высшие учебные заведения. При поступлении в высшие учебные заведения всё-таки главные критерии знания, а не спортивные достижения. Вот это всё должно быть главным критерием. Если, тем не менее, какие-то преференции есть, я, честно говоря, даже об этом не знаю, то это делают или было сделано наверняка для того, чтобы привлечь внимание к медальным видам спорта. Да, понятно, но наши Олимпийские комитеты, Министерство спорта все стремятся к тому, чтобы Россия была наиболее ярко представлена в тех видах спорта, которые представлены в олимпийской программе. Объяснять не нужно, понятно, почему. Но в целом я считаю, что даже… Что вы правы, если уж есть какие-то преференции, они должны по сравнению с на все виды спорта, в том числе и на неолимпийские, во всяком случае те, которые сегодня олимпийскими не являются. Мой вид спорта, с которого я начинал, борьба с самбо, он не олимпийский. Но эта база всегда была, во всяком случае, база, но, может быть, сейчас-то это нет, потому что дзюдо развивается самостоятельно. В своё время это была база для достижения в области олимпийского вида спорта дзюдо, потому что у нас дзюдо только начиналось, а самбо уже много лет существовало. Так же и по другим, но потом у нас есть свои национальные виды спорта. В регионах Российской Федерации, в республиках национальных есть национальные виды спорта, и это мы, безусловно, должны поддерживать. Они не меньшее значение имеют, чем олимпийская программа. Поэтому я с вами согласен, надо будет на это посмотреть. Что касается спортивной медицины, то чрезвычайно важное направление и для того, чтобы поддержать здоровье спортсменов, и для того, чтобы добиваться лучших результатов. Но это не значит, что у нас все, как в некоторых странах все лыжники, они все страдают хроническими заболеваниями и с разрешения ВАДа употребляют фактически запрещенные для других спортсменов медицинские препараты, но и получают явные конкурентные преимущества. Это не значит, что наша медицина должна растить вот таких спортсменов изначально, выдавая им справки прямо в детских и юношеских спортивных школах, и потом их и ведут дальше до олимпийских медалей. Но если в широком смысле посмотреть, то, конечно, для спортивной медицины это всё-таки, это часть, безусловно, медицины, но она имеет свою специфику. Это совершенно очевидно, потому что нагрузки очень большие у спортсменов. Здесь очень важно следить за здоровьем, причём во всех её компонентах. И вот я знаю, что это такое, это эффективно работает. Я сам всю свою, так сказать, спортивную жизнь, я всегда пользовался услугами именно спортивной медицины. Вот в Ленинграде у нас был спортивный диспансер, мы только там и осушивались, только там. И это было очень удобно, и специалисты были подобраны соответствующие, они понимали специфику работы со спортсменами, у них было соответствующее оборудование, препараты и так далее. Поэтому в целом мы в последнее время предпринимаем необходимые шаги в этом направлении. Будем их делать и дальше. Вы правы абсолютно. Будем работать. Спасибо. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Меня зовут Скорынина Варвара. Я студентка 4-го курса направления психологии Уральского федерального университета. И хотела бы сказать в дополнение Ане несколько тоже слов, что со своей стороны в качестве инициативы мы, спортсмены, готовы делиться знаниями, энергией и опытом, который мы приобрели за годы нашей спортивной деятельности с другими, с подрастающим поколением. Они уже выросли. Ну, в какой-то степени, наверное, да. А у вас какой вид спорта? Фигурное катание, да. Вот мы одна команда. Также применять эти знания в смежных областях. Вот, например, в психологии спорта. Вот Аня говорила, в медицине спортивной, в журналистике и так далее. Также мы готовы популяризовать спорт на личном примере или с помощью социальных сетей, которые набирают популярность на самом деле. И, конечно, мы считаем тоже важным моментом, то, что мы готовы участвовать и помогать в организации мероприятий спортивных для лиц с ограниченными возможностями здоровья в качестве волонтёров. Ну, сейчас волонтёрская деятельность достаточно важная. Здорово. То есть, как бы, мы готовы. Отлично. И это очень хорошо, что вы занимаетесь не только спортом, но и вот такой общественной деятельностью, ну, в широком смысле этого слова. А такой яркий, красивый, элегантный вид спорта, как фигурное катание, конечно, он привлекает внимание, тем более особенно сейчас, когда наши спортсмены, и особенно спортсменки, молодые и юные, добиваются таких ошеломляющих результатов, то к этому всегда прислушиваются сотни тысяч или миллионы людей. Поэтому это, на самом деле, не шутки, это важно, когда люди, имеющие отношение к какому-то виду деятельности, которые привлекают внимание миллионов людей, делают ещё другую позитивную работу, она не только востребована, она и более эффективной становится, потому что люди прислушиваются к вам. Это здорово. Спасибо. Спасибо. И ещё поле на случай мы хотели бы просить вас сделать уже традиционную фотографию с нашей командой. Вы уже приезжали в Сирию. Хорошо, не попросил тулуп меня сделать. Я уже испугался. Я не могу тулуп сделать. А сфотографироваться с удовольствием. Спасибо. Можно я продолжу тему спорта? У нас здесь присутствует фигурное катание, а у нас есть ещё хоккей. Я, кстати, хотела поздравить. Сейчас идут игры. Наша молодёжная сборная У-16. Все 17 юношей – это наши выпускники. И вот только что сегодня они выиграли юношеские зимние Олимпийские игры. Давайте их поздравим. Вчера, по-моему, или позавчера, они с финнами играли. Так убедительно выиграли. Красиво мальчишки играли. Очень красиво. Спасибо. Так, искусство. Вот очень важно. Мы тут сидим в секторе искусства. И тоже у нас коллеги обобщили всё, что звучало сегодня. Да, пожалуйста, Юля. Наверное, вы начнёте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Миланова Юля. Я студентка Московской государственной консерватории по направлению музыковедения. И у меня есть два вопроса-предложения. В рамках нашего сегодняшнего обсуждения, группы искусства, мы пришли к выводу, что для детей сейчас проводится огромное количество мастер-классов, но в силу своего возраста они просто не способны воспринять всю информацию, на 100%. Что касается педагогов, то преподавателей высшего класса сейчас недостаточно, могло быть и больше. Поэтому возможно ли в регионах организовать мастер-классы для педагогов в целях обмены методиками, опытами, наработками своими? Потому что в Сириусе такая практика есть, и это здорово, и хотелось бы внедрить это и в регионы нашей страны. Ну, конечно, можно. Прорабатывать надо с руководителями регионов, соответствующими федеральными ведомствами. Спасибо, что вы этот вопрос поставили, просто, честно говоря, я этого так тонко не чувствую, как вы. Ну, подумаем над этим, конечно. Паша, поедете в регион? На базе региональных Сириусов. То есть вся наша конференция по поводу того, что и как мы будем координировать на базе Центра. Павел, вы где преподаваете? В Московской консерватории, часто бываю в Сириусе. И сейчас мой родной город Пермь, я очень люблю там бывать. В моей школе 100 лет в этом году, я её даю на юбилей. Сколько? 100 лет в моей музыкальной школе, где я вырос, учился первые 11 лет, с 4,5 лет. Я надеюсь, что у нас есть большое будущее в связи с этой школой и много-много мыслей. Вот видите, Павел Милюков, один из лучших скрипачей страны, это 100%, а мы, может быть, и в мире. И в Перми он учился. Значит, мастер-класс там был какой-то такой приличный. Да, но это один город, мы мечтаем и просим в какой-то степени, чтобы такой центр, как Сириус, сильно распространился на все регионы, и мы имели возможность там преподавать. Мастер-классы – это точечно, хотим, чтобы это было массово. Вот мы так и делаем. Я уже сказал, в 56 регионах центры Сириуса местных работают, будем дальше это делать. И вот дальше. В России в сфере искусства, в частности в музыке, есть всего несколько школ, которые занимаются воспитанием исключительно одаренных и талантливых детей. И такие дети занимаются своей специальностью от 3 до 10 часов в день. И просто физически они не способны одинаково качественно учиться как в специальной музыкальной школе, так и в общеобразовательной. Недавно вами было принято решение касательно права вузов на введение своих образовательных стандартов. Поэтому просьба состоит в том, чтобы распространить это право и на ряд специальных профессиональных учреждений, например, таких как ЦМШ или Гнесинская десятилетка, так как эти школы готовят кадры для консерватории, например. А консерватория без таких детей существовать не будет. Можно подумать и нужно, наверное. Может быть, они же при консерваториях, эти школы. Поэтому, может быть, договориться таким образом, чтобы консерватория принимала участие в выработке этих стандартов. Здесь есть совершенно очевидно, что эти школы работают на консерваторию, но всё-таки они должны давать полноценное образование. Понятно, корректировки возможны, но полноценное образование. Человек, который, как Павел Малюков, гениально играет на скрипке, он всё-таки должен понимать, что Пермь находится в Российской Федерации. Знать географию, историю своей страны и так далее, и так далее. Значит, дважды два – это четыре. И вопрос не в том, вычитаем мы или складываем, покупаем или продаём. Вот такие элементарные вещи всё-таки современный человек, даже если он узко специализируется, должен знать. Поэтому, конечно, своеобразие должно быть, и, наверное, это возможно. Давайте подумаем. Но всё-таки базовое образование, оно должно быть достойным. Спасибо большое. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Не могу не начать со слов благодарности за то, что вы делаете… Начинаете. Начинаю. В рамках национального проекта «Культура». Сейчас на примере четырёх городов образуются города искусства. И мы за это вам благодарны и надеемся, что этим не закончится, и в дальнейшем этот опыт перенесётся и в регионы. Это что касается этого вопроса. Мы вам благодарны за Сириус. Никто… Вот представляете, сколько у нас здесь сидит, и сколько ещё здесь нет тех детей, и уже студентов, и так далее, которые благодаря Сириусу достигли огромных высот. Вы позволяете детям получать огромное количество разнообразных стипендий, грантов. Но мы считаем, что этого достойны наши преподаватели, потому что без них не было бы нас. И можно ли перенести этот опыт получения грантов нашим педагогам, которые благодаря этому смогут… Ну, не то, что благодаря этому, просто это будет как такая поддержка, и они воспитают ещё больше таких же грантополучателей, как мы. Да, мы сейчас как раз это изучаем. Я думаю, что… То есть, собственно говоря, можно сказать, что решение уже принято, нам нужно просто подготовиться к реализации. А так в целом это абсолютно правильно, я полностью с вами согласен, и мы это должны будем сделать. Спасибо большое. А вам спасибо за то, что вы поддерживаете идею сервиса. Не просто поддерживайте. Придумать недостаточно, хотя без идеи ничего не рождается. Важно реализовать. Вот я хочу выразить слова благодарности тем, кто реализует эту идею, и тем, кто её как бы воплощает. Вот, и руководителям сервиса, и вам. И вам. Спасибо. Спасибо большое. Но у нас перед непосредственно открытым микрофоном ещё три выступления, если можно, Аня, пожалуйста, да, и у нас осталась группа «Наука». Да, да, Аня. Добрый день, Владимир Владимирович, меня зовут Фомина Анна, я студентка Московского государственного института международных отношений. В начале этого года нам с одногруппниками пришла такая мысль в голову, что когда мы закончим наше обучение в МГИМО, это будет где-то к 2024 году. То есть в этот период нам предстоит трудоустраиваться, заводить семьи, как-то реализовываться в жизни. Можно не ждать этого. Ну, я согласна, но пока что всё-таки рановато. Хочется доучиться. И такие важные процессы выпадут на период перемен, так как вы закончите свой срок как президент. И вообще период перемен вызывает опасения, поскольку то, что было в 90-е годы, если верить родителям, на улицу было страшно выйти. Вообще в международном опыте существует... Были созданы какие-то специальные органы, как, например, в Сингапуре или Казахстане, на время перемен, чтобы стабилизировать деятельность государства. Может быть, будет что-то подобное в России? Например, как в Сингапуре. Там был назначен, как он назывался? Ли Куан Ю, министр-наставник. Нет, он был наставником, да? Да. Он был наставником президента или премьер-министра. Да-да-да. Он был отец, папаша был действующий. Так что там преемственность была прямая. Он выдающийся человек, Ли Куан Ю, просто выдающийся. Это правда. И он, не знаю, сколько лет, 30 было у власти там, по-моему. Он, в принципе, создал страну. Это правда. Значит, что-то подобное создавать в России… Вы хотите, чтобы я был наставником, да? Как вариант. Значит, сегодня мы обсуждали… Вот я был в Липецкой области, там молодой человек говорил о возможности внедрения у нас в России парламентских форм управления. Такое возможно. И там партия, которая выигрывает выборы в парламент, она формирует правительство, и количество сроков там не ограничено. Просто для нас это не подходит. Для России не подходит. У нас нет политических партий, которые по сто лет с лишним существуют, как в европейских странах. А это обязательные условия. Но даже там проблемы возникают. По полгода не могут правительство сформировать. Он в Бельгии, вы как международник должны знать. В Бельгии сейчас не знаю, он существует, но в принципе вот совсем недавно полгода, больше полгода не могли сформировать правительство. А в других местах сформировать правительство вынуждено такие партии, у которых совершенно разные способы достижения общенациональных целей. И насколько им тяжело работать, это вопрос, понимаете. Поэтому, во-первых, наша страна должна быть, безусловно, сильной президентской республикой, первая. Потом ещё у нас такое количество наций, национальностей, различных укладов жизни. Понимаете, всё это интегрировать в рамках парламентской республики, на мой взгляд, практически невозможно. То, что вы предлагаете, будет подрывать институт президента. Думаю, что для такой страны, как Россия, это неприменимо. В разных странах разные ситуации, разная история этих стран, разная культура. У нас, если появится какой-то институт над президентом, это будет означать ничто другое, как двоевластие. Абсолютно губительная ситуация для такой страны, как Россия. Спасибо. Ну, у нас осталась наука. Иван, Юлия, да? Кто начинает? Добрый вечер, Владимир Владимирович. Меня зовут Юлия Булгатова. Я студент Национального исследовательского технологического университета МИСИС по направлению нового материала, нано-материала. Я презентую результаты работы команды по направлению наука. И пока мы обсуждали различные проблемы, которые возникли в науке, мы хотели предложить несколько решений, которые могли бы быть актуальны для этой области. Моя коллега уже затронула вопрос актуализации учебных планов. Мы думаем, это можно применить не только в медицине, но и в остальных дисциплинах. И актуализация скорее в том плане, что необходимо привлекать, скажем так, ресурсы, связанные именно с современными технологиями, то есть действительно работы современных ученых, например. И продолжая эту тему, хотелось бы отметить, что важно создать такую значительную систему обратной связи, причем это взаимодействие как со стороны студентов, так и преподавателей. То есть, например, студенты дают некую обратную связь по методическим пособиям. Создается достаточно значительная база при университетах, где также высказывается мнение, и его начинают слышать, поскольку сотрудничество – это необходимый инструмент для реализации всех вот этих изменений. Кроме того, мы хотели бы прислушаться к мнению индустрии и уже учитывать непосредственно мнение производства, то есть какие скиллы, какие навыки необходимы действительно, скажем так, в науке, в образовании, чтобы это сразу можно было интегрировать. Ну и кроме того, опираясь на опыт Sirius'а, фонда «Талант-Успех», мы бы хотели предложить создание единого реестра талантливых студентов, где, например, есть конференции, публикации. То есть сейчас это есть только для школьников, это действительно очень здорово, но в перспективе такой ресурс будет полезен не только для вузов, но и для преподавателей. Ну и пользуясь случаем, я хотела задать маленький вопрос о возможности. Ну очень часто возникает проблема с совмещением учебной деятельности, научной деятельности и профессиональной деятельности. Это не может быть одно и то же? Вот самое грустное, что нет. То есть по сути ты приходишь в университет заниматься наукой, я могу на своем примере сказать, я пошла в МИСИС, чтобы заниматься научной деятельностью. Ну плюс я начала еще работать в сфере образования, мне это действительно интересно. Но я столкнулась с тем, что есть большое количество допустим каких-то дисциплин, которые в принципе дают просто знания. То есть не навыки, которые ты можешь реально реализовывать, а такие знания, которые у тебя уже имеются. И там уже возникает вопрос просто, например, с посещением и так далее. Можно ли создать какую-то вот программу, может быть, которая позволяла создавать либо индивидуальную учебную траекторию, либо как-то поддерживать студентов. Сейчас как раз вот это возможно. Ведь это же разрешено. Ведь сейчас как раз высшие учебные заведения могут создавать индивидуальные программы. Это просто вам не дают… Вы учитесь там, да? Да. Да. И почему это? Это реально? Не подскажут. Да-да-да. Спасибо большое. Подскажут. Но закон это позволяет. Это высшее учебное заведение может сделать, имеет право. И в принципе, если мы это когда-то придумали, сделали, это постараемся внедрить, то их исходили из того, что могут возникать и должны возникать такие случаи, как у вас. Более того, я же в послании даже сказал, что когда студент учится, можно предусмотреть возможность. Сейчас в законе это не предусмотрено, а надо предусмотреть, чтобы можно было человеку перепрофилировать свою будущую специальность, перейти на другую профессию, на другой факультет и так далее. Вот современная жизнь, она требует именно такой гибкости. Очень многое меняется. Вот здесь вот девушка спрашивала про… она боится перемен. Многие боятся перемен. Значит, китайцы говорят, не дай тебе Бог жить во времена перемен. Это не случайно. Китайцы мудрый народ. Они знают, что говорят. Поэтому опасения-то не лишены определённых смыслов. Это понятно. Но вот в данном случае мы как раз, имея в виду то, что в сфере инноваций происходят колоссальные изменения, они происходят очень быстро, мы не хотим ввести такие гибкие формы подготовки и обучения. И это предусмотрено в законе. Ну вот коллеги сказали, что подскажут вашему ректору. Спасибо огромное. А можно тогда ещё маленькую тему затронуться? Ну если уж такая возможность появилась. Просто как раз таки продолжайте мое образование. Сейчас очень большая поддержка оказывается Кванториум, различным технопарком. Я просто столкнулась со всем этим. Атлас новых профессий. Это действительно потрясающие возможности. Университет 2035, остров. Но, к сожалению, сейчас нет такого широкого освещения в школах и вузах. Может быть, есть какая-то возможность создать дисциплины, которые бы развивали именно надпрофессиональные навыки. То есть об этом очень много говорится, но пока не особо реализуется. Ну, это вот нужно развивать в рамках цифровизации, в рамках развития информационных технологий и в вузах, и на производствах. Но всё это у нас в планах, всё это будет делаться. Обязательно будем делать. Спасибо огромное. Татьяна Алексеевна всё знает. Есть программа «Успех каждого ребёнка» в нацпроекте образования. Это как раз вот это и предусмотрено. Так что будем делать это. Подумали об этом уже. Пожалуйста. Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Чабин Иван, и я учусь в Сеченовском университете. Первый мед. Сеченовский университет. У меня вопрос, касающийся финансирования науки. На сегодняшний день в России наука финансируется за счёт грантов в основном. Большая часть финансируется. Нет, нет, нет. Нет, наука финансируется. Вот задания и гранты. В том числе. В том числе. Как одно из направлений, грантовая поддержка. Но всё-таки основное идёт по линии Минобора, Министерства науки и по линии Академии наук. Да, безусловно. Но вопрос, собственно, о том, что сейчас многие учёные между собой соревнуются за получение грантов именно. Потому что это такой конкурс. И это приводит немножко в российской науке, может, в моём видении российской науки приводит к тому, что учёные, которые получают грант, они становятся немного несвободны в ведении своей научной деятельности. То есть, когда они проводят свои научные исследования, изыскания, они могут обнаруживать какие-то маленькие детали, которые, в общем-то, не укладываются в общий план, и неплохо было бы её исследовать. Но наука динамично развивается сегодня, и если это не входит в грант, они вынуждены продолжать проводить свои исследования по гранту, вместо того, чтобы двигаться в вот эту маленькую часть, которая им показалась самим интересной. Возможно, в одном случае ста, она приведёт к очень интересным результатам. И в связи с этим вопрос. Возможно, надо предоставить учёным возможность двигаться в эти стороны за счёт предоставления, введения каких-то новых грантов, которые не будут основываться на том, что учёный что-то пообещает, а на уже имеющейся результативности учёного. То есть учёные имеют статьи в науке многиметрических показателей и как дополнительные свободные деньги на такие маленькие мелочи. Маленькие мелочи могут возникнуть, конечно, в ходе творческого процесса. Но это вопрос о формулировании условий того или иного гранта. В целом он у нас достаточно гибкий. Вот эти мегагранты, вы знаете о них, да? Слышали? Ну, несколько лет назад мы ввели такую форму. Да, их много сейчас грантов. Они самые разные, молодые учёные, группа учёных. Ну, начали мы фактически с мегагрантов, когда привлекали к этим работам специалистов с мировым именем, многие из которых или приехали и жили в России, а многие вернулись в рамках этих мегагрантов. Потом они же сами. Вот некоторые здесь, по-моему, есть представители, которые мегагранты получали. Мы сейчас попросим, коллега расскажет, как это всё было. Они же, как на очередной встрече, для меня было очень неожиданно, но было очень приятно, когда они сказали, «А давайте мы сейчас сделаем следующий шаг». Мы видим, они привлекали к работе молодых людей, мы видим, сколько много талантливых ребят молодых в стране. Мы бы создавали из них коллективы научные, творческие, и давали бы им толчок такой в развитии. Нам только самое главное, нужно, чтобы мы были уверены в том, что финансирование не исчезнет на какой-то период времени. Мы об этом договорились, и мы сейчас это делаем. Но вопрос ожидаемого результата – это вопрос условия гранта. Об этом можно подумать, конечно. Расскажите нам, как мегагрант действует. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, потому что не все знают. Я Станислав Смирнов, я математик. У меня был грант по этой системе в Санкт-Петербургском государственном университете с 2010 по 2014 год, и потом на базе этого гранта была создана лаборатория по математике, фундаментальной математике имени Чебешова. И сейчас она просто превратилась, все это росло, росло проект, превратилась в новый факультет этим летом предыдущим, математики и компьютерных наук, где у нас последние уже пять лет есть набор, лучший по стране набор по качеству, по математике, все пять лет был, и очень много выпускников Сириуса тоже у нас учатся. И вот как раз сейчас проходит смена, которую проводят преподаватели нашего факультета. Так что это такой, скажем, пример, когда из вроде бы маленького проекта по просто одной лаборатории, по одной конкретной теме развелось что-то большее. Но, в принципе, и у нас, и в других странах такая проблема есть. Это вот как финансировать науку. И в разных странах она решается по-разному, это исторически сложилось. Скажем, во Франции, в России исторически были огромные институты, где ученые только занимаются наукой, не преподаются. И, наверное, во Франции, Российская Академия наук у нас. В Америке, скажем, такие институты, ну вот есть практически институты, Национальный институт здоровья, но, скажем, по математике, там таких институтов нет фактически, раз-два и общался. И где-то больше завязано на гранты. Есть страны, где гранты только на практические задачи даются, вот типа, скажем, наших на НТР задачи. А есть, например, страны, где решено, что, наоборот, мы не выделяем конкретных направлений, даём гранты на свободный поиск. И идеального варианта пока никто не нашёл. И, видимо, в нашей ситуации, конечно, хотелось бы, чтобы был какой-то микс этих вариантов. Гибкость. Гибкость. Коллега знает, о чём говорит, потому что он за границей тоже работал. Где вы работали? В Америке, в Швейцарии и в Швеции. И сейчас я работаю в Швейцарии и в России. И, в принципе, я говорю, что идеальной системы организации науки нигде нет. Но что хотелось бы как бы действительно поддержать молодёжь, потому что много сегодня это обсуждали, не только сегодня, чтобы хотелось бы, чтобы, ну вот, как вот, например, про педагогов говорили, что важна зарплата, но важна не только зарплата, важны хорошие условия работы в школе, важен престиж профессии, важно, чтобы у человека были, ну вот, скажем, опять же, если что-то неожиданно случилось, человек как бы открыл что-то великое, нужно срочно проверить эксперимент, чтобы он мог быстро получить деньги на реактивы, ну вот чтобы такое было предусмотрено. И какие-то гранты на свободный поиск, какое-то базовое финансирование, скажем, по предыдущим заслугам лаборатории или института, скажем, дифференцирование финансирования институтов и факультетов существующих, опять же, если какой-то там факультет или институт, университет предлагает порывной проект, чтобы давалось какое-то финансирование, где были чёткие поставлены результаты требуемые, а потом оно продолжалось, если они достигнуты за пять лет. И то же самое, наверное, для людей. Ну и вот для молодёжи, вот то, что, может быть, я ещё немножечко разобью идею, может быть, лучше получится, что действительно какие-то такие вот, как трамплины, гранты для молодёжи, чтобы давалось вперёд какое-то обещание, если человек выполнил какие-то условия, то оно продлевалось. И в некоторых областях это действительно имеет смысл, иногда делать без какого-то фиксированного проекта. То есть вот, потому что многие великие вещи в науке и в практической науке находили, когда искали что-то совсем другое. Андрей Александрович, гранты нужны на свободный поиск. Не грибов, нет, не денег, не денег. Вот он, бухгалтер, распределяет, кассир, он распределяет все деньги. Оно он слышит. Вот хороший человек. Тоже математик. Естественно. Как не похвалить самих себя, это правильно. Так, пожалуйста. Владимир Владимирович, спасибо. Мы вообще вот всё обобщили, как могли, доложили. Давайте последнее, вот перед свободным микрофоном, Иван утешив, чтобы вернуться всё-таки к теме ассоциаций, потому что мы всё это применяем к себе. Что будет делать ассоциация, что будет делать университет, инновационный центр «Сириус». Фактически вся конференция ещё впереди. Поэтому последний вопрос, если можно. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Иван утешив, МФТИ, четвёртый курс, астрофизика, педагог дополнительного образования, тренер сборной России. Вы тренер сборной, да? По астрофизике. Это другое. Немножко травы. Тоже спорт в каком-то смысле. Ну, у меня на самом деле вопрос и два предложения, возможно. Вопрос достаточно общий. После сегодняшнего обсуждения национальных проектов я пришёл к мнению, что ответственность за их реализацию лежит, в общем-то, на каждом, кто способен принять в этом участие. Поэтому хочется… Спасибо, Ваня. Правда, это серьёзно. Я вот без всяких шуток говорю, без всякой иронии. Вот это очень хорошее, важное и полезное заявление. Спасибо. Поэтому хочется узнать, каково Ваше видение роли молодёжи, нашей роли в реализации. Совпало с Вашим. Я только что об этом сказал. Это полностью совпало. Я говорю без шуток, без всяких. Значит, я вам очень благодарен за то, что вы сформулировали так подход, выражаясь с противоязыком подход к снаряду, к теме. Значит, действительно важно. Если… Мне это очень ещё и приятно слышать, потому что, во-первых, вы сказали, что вы с этим знакомились, то есть вам это интересно, это уже здорово. И вот подход такой заинтересованный. Вот, вы знаете, если каждый человек на своём месте осознает, что от успешной реализации этих национальных проектов и достижения национальных целей, которые мы перед собой обозначили, что это важно для страны, важно для каждого из нас, и каждый хоть чего-то немножко сделает, успех тогда будет обеспечен. Поэтому вот от молодых людей, особенно от таких, как здесь собрались, и вот такие, как вы вообще в целом по стране, безусловно, зависит очень много. Владимир Владимирович, а чем конкретно, на Ваш взгляд, мы можем помочь? А вот знаете что? Нет, я скажу, я Вам скажу. Ответ будет, на первый взгляд, даже несколько таким простоватым и примитивным. Просто нужно хорошо делать своё дело тем, чем Вы занимаетесь, и что Вам нравится. Вот здесь люди самых разных направлений представили – искусство, образование, наука, поэтому спорт. И вот можно точно совершенно найти место приложения своих сил в тех, в большом перечне этих национальных проектов, которые мы сейчас, реализацией которых мы сейчас занимаемся. И просто, значит, не просто, и делать хорошо своё дело, первое, а второе – принимать участие в жизни страны, активное. Вот я сегодня там в Липецкой области был, там молодые тоже люди, ребята, девушки, которые говорят о волонтёрском движении, значит, работают с малышами, которым нужна дополнительная помощь, с людьми с ограниченными возможностями по здоровью, с пожилыми людьми и так далее. Значит, направлений очень много. Вот мы сейчас обсуждаем, скажем, развитие образования и науки, да. Вот сейчас прозвучали предложения здесь разные. Вот Ваш тёзка, Ваня тоже, да, он свои высказал соображения. Он неравнодушно к этому относится. Это вот, это не пустые слова. Вот и вы, и он, видите, кругом Иване у нас, мы же в России, правда, Иваны, нормально. Поэтому вы думаете об этом, генерируете какие-то идеи, подсказываете нам что-то. Мы со своей стороны и на своём месте должны будем всё это обобщить, подумать о том, что подходит, что не подходит, и сделать какой-то шаг вперёд. Мы так и делаем. Мы для этого сейчас и встречаемся, ребята. Вот для этого мы хотим Вас услышать. Вот и этот разговор не пустой для нас, не просто так мы это делаем. Так что вот такой совместной работой и будем добиваться результатов. Спасибо, Владимир Владимирович. Предложение по науке, по образованию, в общем, такое. Понятно, что не каждый из нас станет педагогом, учёным, кто-то пойдёт в бизнес, кто-то в индустрию и так далее. Но можно уже заключить, что выпускники «Сириуса» – это социальная группа, фактически. Растущая, самовоспроизводящаяся, ну, безотносительно нацпроекта «Демография». Надеюсь, желаю вам всяческих успехов на этом поприще. Олимпиадники работают с олимпиадниками, спортсмены со спортсменами, инженеры с инженерами. По сути, складывается институт наставничества. И сегодня высказывались разные предложения. Это может быть дистанционная система, это может быть разработка учебных материалов углубленных, это может быть поездка в регион, ну, некий такой образовательный десант. И я считаю, что, может быть, в рамках «Сириуса» это может быть реализовано, может быть, какая… ну, это хорошая платформа. Но в любом случае, этому нужна ресурсная поддержка, этому нужна административная поддержка. Будем выполнять ваш наказ. Всё так и будем делать. И второе предложение, короче, первого. Ну, понятно, что встречи с вами, Владимир Владимирович, это редкое для нас событие. Предложения, их очень много, и они генерируются постоянно, ну, люди все творчески собрались. Каким может быть механизм, может быть их доведение до каких-то конечных результатов, ну, между такими вот встречами? Владимир Владимирович, я же председатель попечительского совета у вас. Да, вы у нас председатель попечительского совета. Я занимаюсь этим на регулярной основе. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Иван. Владимир Владимирович, а можно последний вопрос мне от себя, перед тем, как это перейдёт? Вот это только первый день работы, ребята, представители. Они будут работать ещё пять дней, к ним приедут партнёры, все наши учёные будут работать. И 27-го в понедельник у нас пленарное заседание. И я знаю, что сейчас идёт формирование правительства, времени нету, но нельзя ли, чтобы Татьяна Алексеевна и Сергея Сергеевича... Ну, вот идёт активно, как это, работа по планированию. Нельзя ли, чтобы Татьяна Алексеевна и Сергея Сергеевича к нам приехали на пленарку, чтобы мы доложили о том, что мы тут напланировали, и согласовали. Потому что большая часть того, что ребята предлагают, она может быть сделана в университете, в инновационном центре. И самое главное, в региональных Сириусах, которые мы фактически сегодня и планируем. Да. Ну, 28-го. Да, ну вот... Ну, мы хотели как раз спланировать год таким образом, видя свою роль и вклад в региональные центры, работающие по модели Сириуса. Ребята хорошо знакомы с нацпроектами за эти дни, ещё познакомятся, и я думаю, что у нас ещё будет больше системных предложений, которые вот хотели коллегам передать. Если будет такая возможность, вы любите, чем признать. Я думаю, что они вам только благодарны, Володько. Спасибо. Всё, закончили? Нет, мы закончили только то, что мы обобщили за первый день, а там было и очень много желающих в формате свободного микрофона. Давайте, раз, два, три по секторам пройдёмся. Пожалуйста. Падайев Михаил, Елецкий госуниверситет, Центр стратегии Липецкой области. У меня вопрос из области высшего образования. Я преподаватель математики. Сегодня всю общественность высшего образования, в частности профессора, волнует такое требование, как обязательная публикация в статьях из базы Scopus и Wapust Science. То есть сейчас некоторые вузы не заключают контракта с профессором, если у него нет, собственно, такой статьи. Да, вот, допустим, Джон Нэш вряд ли бы работал сейчас в российском вузе, потому что у него одна публикация была, и она по требованию вряд ли подходила бы под Scopus. Вот можно ли какой-то аналог, может быть, российский? И даже нужно. Но вообще это мы же много раз обсуждали с ректорским сообществом вот это, с министерством говорили на этот счёт. Да, конечно, это один из показателей, но и только один из показателей. Значит, я не знаю, значит… Он есть, на самом деле есть российский аналог. Он, ну, к сожалению, как раз учёные, в том числе Академия, они высказывают сомнения в том, что он соответствующий. Вообще это предложение по поводу контроля вот наукометрического, оно исходит не столько от чиновников, сколько как раз от, вы знаете, от научного сообщества. И поэтому, ну, хорошо бы, чтобы научное сообщество внутри себя всё-таки и вырабатывало эти идеи, потому что начинается… Надо подсказывать, Андрей Сергеевич. Мы подсказываем. Вот мы создаём российский аналог, и он, в общем, сейчас применяется, скажем, во всех конкурсах, включая конкурсы РНФ наряду с Web of Science и с Кобусом. Так, пожалуйста, давайте из этого сегодня. Прошу вас. Добрый вечер. Ольга Шабунина, департамент образования Сириуса. Мы сейчас строим новый лицей Сириус. И я хотела вас спросить ваше мнение, и Сергей Сергеевич, я пользуюсь случаем. Как вы считаете, вот в школе с какого класса нужно вводить профориентацию? Профориентацию? Да. С первого. Прямо сразу. Ну, конечно. Андрей Александрович, у нас ещё детский сад будет с двух лет. С детского сада. С детского сада. Спасибо. Вы знаете, это тоже вот не хочется быть нескромным, но, ваше говорить, я знаю, тоже это моя идея была, чтобы здесь и детский сад был, и школа, лицей при Сириусе обязательно. Ну, и вот Елена Владимировна тоже с этим была с самого начала согласна, потому что нам нужно всё-таки создавать для определённой группы тех, кто учится в Сириусе, и возможность здесь постоянно пребывать. Потому что доходы семьи разные, и хорошо, наверное, мы это тоже обсуждали на попечительском совете, хорошо, когда мы не вымываем талантливых ребят из регионов, а они имеют возможность там жить, но некоторые не имеют такой возможности ездить туда-сюда. Поэтому их лучше собирать здесь. Вот такие вещи, знаете, они на поверхности не лежат, но их просто нужно… Мы понимаем, видим, что такая проблема существует. Их, кстати говоря, таких проблемок и в образовании много, мы часто не замечаем. Вот сегодня были с Татьяной Алексеевной, я на улице разговаривал с людьми в Липецкой области. Одна из женщин говорит, что доходы низкие, а заставляет ещё платить за охрану школы. Или, например, нужно платить за то, чтобы пройти курс подготовки к первому классу. Ну вот, честно говоря, даже как-то мне в голову это не приходило, но это нужно знать. И в данном случае мы не случайно вот эту школу или лицей создавали. Какая там должна быть и своевременная профориентация, или когда это нужно начинать, всё-таки, но если по-серьёзному говорить, конечно, ребёнок сначала должен набраться каких-то общих знаний, чтобы иметь возможность потом сориентироваться. Но роль, миссия педагога в том, чтобы найти, увидеть талант ребёнка и помочь ему развиваться по этому направлению, где он явно демонстрирует какие-то способности. Но я думаю, что это вот, конечно, от педагога зависит прежде всего. Что касается вот этих платных курсов, так скажем, при школах, надо над этим подумать. Мы с Татьяной Алексеевной говорили, но это не имеет отношения к нашей встрече сейчас. Но в детских садах нужно внедрять эту систему предшкольной подготовки. Тем более, что там уже отработаны схемы поддержки семей с небольшими доходами. И нужно, чтобы дети из любой семьи с большими, со средними, либо с маленькими доходами находились в одинаковых стартовых условиях. А что касается охраны школ, то да, это, конечно, требования антитеррористического комитета. Понятно, что нужно уделить этому внимание. Но регионам нужно рекомендовать подходить к этому на основе здравого смысла и доходов семьи. Если доходов семьи нет, как они будут платить за это? Значит, тогда нужно, чтобы муниципалитеты региона брали на себя какую-то часть расхода по этому направлению. Но мы ещё поговорим на эту тему. Так, пожалуйста. Добрый день, Владимир Владимирович. Шмарин Сергей, учитель математики, Сирёз. Я хотел спросить, вот только что Вы сказали слова о вымывании детей. На мой взгляд, вымывание происходит немножко позже. То есть, да, региональные центры, они с этим более-менее начинают справляться и, наверное, дальше будут лучше справляться. Но всё равно большинство способных детей поедет в Питер, в Москву, в Свердловск, в Новосибирск, во Владивосток, наверное. И очень многие из них не вернутся. А это будут, ну, в основном лучшие. В основном лучшие. Раньше у нас были две, на мой взгляд, нормальные системы возврата этих людей обратно. Это система распределения. Да, это одна система. А второй способ удержать уровень образования достаточно высоко в регионах, это была система стажировок. Скажем, преподаватели педвозов раз в пять лет ездили в ведущие вузы в Питер, в Москву и повышали квалификацию, набирались знаний у лучших. Лучших в нашей стране. Сейчас провинциальные вузы часто не имеют возможности посылать своих людей. И вот эти стажировки организовываются собственными силами. Там кафедры педагогики проводят какие-нибудь свои курсы психологии. В общем, по-моему, в некоторых региональных вузах стало не так хорошо с преподаванием математики. Спасибо. Вы знаете, Вы затронули очень такую важную тему. Я уже тоже об этом говорил неоднократно. Конечно, мы должны сделать всё для того, чтобы были созданы условия подготовки высококвалифицированных, нужных для рынка труда кадров на местах. Потому что если молодой человек уезжает, девушка уезжает, потом, конечно, они привыкают к условиям жизни в столичных городах, там что-то находят для себя и стараются там, скажу такое не очень удобоваримое слово, но зацепиться любой ценой. Что для этого нужно делать? Нужно развивать просто вузы на местах, прямо там, где люди живут, учатся, и там же они должны найти место работы. Нужна большая связь, мы об этом всё время говорим, в последнее время, с рынком труда, с работодателями. Вот напрямую надо работать, первое. Второе. Нужно прекратить безразмерно раздувать вузы в тех городах, о которых вы сейчас сказали. Москва, Петербург, там уже есть вузы, они замечательные, хорошие, мы их поддерживаем. Федеральные университеты, исследовательские университеты, целую сеть мы сделали. Нужно уделить внимание вузам на местах в широком смысле этого слова. Ну а что касается стажировок, честно говоря, не знал, что здесь есть дефицит, но надо обратить на это внимание. Андрей Александрович, тоже попрошу, Татьяну Алексеевну, это точно, совершенно востребовано. У нас ведь в принципе, я считаю, что уже создана, ну или так активно создаётся система постоянной переподготовки преподавателей. Она, может быть, не так эффективно работает, как хотелось бы, но она есть, она функционирует. Но то, что Вы сказали, значит, обратили на это внимание, если Вы, будучи сам преподавателем, видите, что этого не хватает, значит, нужно добавить туда необходимых финансов, если вузам самим не хватает. Это нужно подумать. Я с Вами полностью согласен, полностью, абсолютно. Андрей Александрович, обязательно посмотрите, ладно? Хотите что-то сказать? Пожалуйста. Я просто хотел сказать, что речь идёт, чтобы говорить о стажировках, что в первую очередь речь идёт не о стажировках, преподавателей из региональных вузов в Москве или в Питере, а о том, что преподаватели московские, питерские, там, я не знаю, томские, может быть, чтобы они ехали, причём не на стажировку, чтобы они ехали на какой-то достаточно серьёзный срок и преподавали в разных местах. Потому что, причём это имеет отношение не только к математике. Вот мы с Павлом говорили, и это имеет отношение, например, к музыке, к вопросам другим, к каким-то культурой. Потому что сегодня, в принципе, люди мобильны. И приехать там, прочитать какой-то курс или дать мастер-классы там в течение месяца, двух, трёх – это очень много значит. Ребята приезжают в Сириус на одну смену. Это даёт очень мощный толчок. Я думаю, присутствующие ребята здесь соглашаются, что для этого... Ведь большинство тут... Вот наш главный организатор, по-моему, из Перми, да? Вань? Из Саранска. Ну вот я это самое, я помню. И на самом деле это очень мощный толчок даёт, но для того, чтобы приподняться, и то же самое надо делать сейчас, что главное, причём ведущие вузы понимают это. Вот я говорил с Виктором Антоновичем Садовничем, он готов своих преподавателей посылать в регионы. Нет, своих преподавателей в регионах – это хорошо, надо, чтобы из регионов люди могли ехать туда же, на стажировки в крупные университеты. Ну вот сейчас, насчёт ректора Тюменского университета, он приехал теперь на стажировку в Москву. Видите, что будет там. И такие стажировки ещё будут, конечно. Ну давайте, завершаю ещё, ладно? Пожалуйста. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Сергей Кузьмин, я студент 4-го курса физического факультета МГУ. Во-первых, пользуясь случаем, хотелось бы вас поблагодарить за введение грантов президента как меры поддержки талантливой молодёжи, за то, что вы продлили их на магистратуру в ближайшее время. Я думаю, здесь все меня поддержат, моя благодарность. А второе, хотелось бы некое предложение сделать. Я общаюсь довольно много с талантливой молодёжью из разных вузов, из разных регионов, в основном в Сириусе, конечно. И у многих ребят есть довольно толковые предложения и пожелания, что можно улучшить как в их вузах, так и во всей системе высшего образования и науки России. Поэтому в связи с этим хотел бы предложить сформировать некую ассоциацию талантливых студентов России при Министерстве высшего образования и науки с целью планомерного развития и формирования более хороших условий в самой системе высшего образования и в конкретных вузах по их предложениям. Понимаете, значит, если происходит так не очень удобное слово, может быть, но всё-таки селекция наиболее талантливых молодых людей для того, чтобы помочь им добиться максимального результата на пользу себе самого и на пользу отрасли, страны, науки в целом, то это очень правильно. Вопрос только, как будем с вами отбирать в эту ассоциацию, как мы будем это делать. Ассоциация выпускников «Сириуса» понятна, это явный общий объединяющий признак – все учились в «Сириусе», а здесь как мы будем… Да, но я думаю, тоже стоит рассмотреть вариант формирования её из-за грантоволучателей и из-за ресурсов об удалённых детях, которые… Да, так можно, да, согласен. Давайте подумаем. Согласен. То есть, я думаю, можно организовать довольно благотворную работу, и это было бы полезно. Да, согласен. Точно, правильно, согласен. Можно подумать. Подумаем. Уважаемые друзья, коллеги, да, ну, пожалуйста, давайте завершаю ещё только, ладно? Договорились? Пожалуйста. Большое спасибо. Я прошу прощения, в прошлый раз не представилась. Меня зовут Ольга Стурова. Я выпускница кафедры этномузыкологии Воронежского государственного института искусства, в настоящее время магистрантка Воронежского государственного педагогического университета. Я бы хотела вас… Разрешите вас процитировать? Просто это будет… Я могу ляпнуть что-нибудь не то. Может, ничего не надо. Это очень здорово сказано было вами на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви. «Чтобы достойно ответить на вызовы будущего, мы должны отстаивать справедливость, истину, правду, сохранить свою самобытность и идентичность, опираться на нашу культуру, историю, духовную, ценностную основу». В чём заключается такая моя боль, скажем так, и многих этномузыкологов нашей страны? В целом, на это будут направлены изучения популяризации традиционной культуры как способ решения проблемы национальной самоидентичности. Но, к сожалению, около двух лет назад Центр русского фольклора, который занимался как раз изучением и научной деятельностью, он, к сожалению, был расформирован и в структуру Государственного дома народного творчества. То есть тот Центр, который занимался изучением традиционной культуры и титульной нации, к сожалению, не существует больше. Он был в ведении Минкультуры? Да, он являлся и был в основном в 1990 году и Академией наук совместно был создан. И вот сейчас его не существует. И этими вопросами, так как штат и сокращён этих работающих в Центре русского фольклора, сейчас некому заниматься, можно сказать, именно национальной культурой в том объёме, как это было раньше. Да, я услышал, обязательно этим позанимаемся, потому что меня, честно говоря, тоже это беспокоит. Мы говорим много о поддержке фольклора, о поддержке национальных видов творчества в регионах России, но делаем пока ещё недостаточно, здесь я согласен. А если вот что-то ликвидируется, это вызывает особую, конечно, озабоченность. Наверняка были какие-то резоны при решении этого вопроса, в том смысле, что что-то там где-то полагали в министерстве делается аналогичным образом в другом месте. Я обязательно посмотрю об этом, посмотрю на это. На учёт новый министр пришла, молодая, энергичная женщина. Я думаю, что вот она услышит то, что мы с вами говорим, наверняка, сто процентов. Но и бывшему министру тоже он без работы не останется, будет чем заниматься, поэтому он будет в этой сфере трудиться. И я с ним тоже поговорю на эту тему. Спасибо большое. Я разделяю вашу озабоченность, честно вам говорю, без всяких шуток, без всего, разделяю. И надо на это посмотреть повнимательнее, повнимательнее, потому что народное искусство – это не два притопа, три прихлопа. В этом душа русского народа. Согласен с вами полностью. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Вам всем спасибо большое. Хочу пожелать вам успехов. И ещё раз поздравляю всех вас с приближающимся праздником. Татьяна Евгеньевна. Спасибо. Спасибо, Вадим. Спасибо. 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 Продолжение следует...